Привет, привет всем! Некоторое время назад заметил, что печка с пассажирской стороны дует чуть холоднее. Давние подписчики моего канала знают, что примерно полтора года назад я заменил радиатор печки, из-за того, что оно плохо грело салон. Мои видеоотчеты, как я заменил на пассажирской радиатор, что потом, после вскрытия старого радиатора обнаружилось внутреннее, вы можете посмотреть на моем канале, и ссылки оставлю ниже в описании. Радиатор печки, которую я поставил тогда, был не новый, но прошлой зимой работал и крыл хорошо. Зима в этом году не особо холодные были у нас. Когда печку включал, чувствовалось, что с одной стороны воздух дует чуть холоднее. Было ясно, что в радиаторе перекрылось некоторые соты грязью. Решил не тянуть временем и промыть радиатор, потому что на следующий год и дальше ситуацию не усложнится. Узнал, что в нашем городе в одном сервисе хорошо промывают радиаторы печки. Договорился по телефону с мастером и на следующий день прикатил машину в мастерской. Процедура всем известная и не буду описывать подробнее. Мне было интересно, с каким химическим составом мастер будет радиатор промывать. Но он не открыл свой секрет. Добавил примерно 50-70 грамм какую-то зеленоватую кислоту в 5 литров воды. И начали гнать этот смес с помощью компрессора и шлангов в радиатор. Цвет кислоты был именно зеленым, а не голубоватый или синий. Промывка продлится всего 10-15 минут. И все. Потом все обратно собрали, проверили систему на течь. Соплатил примерно 20 долларов и уехал оттуда. Чтоб удостовериться в качестве промывки, несколько раз проверили. Вот так. И убедился, что все в порядке и промывка выполнена хорошо. С обеих сторон тул равномерно горячий воздух. Так что, друзья, если заметите, что ваша печка креет уже не так хорошо, не тяните время и промывайте вовремя радиатор печки. Чем дальше вы будете тянуть время с промывкой, тем посложнее будет ее потом почистить. Если вы посмотрите другие мои видео, нетрудно убедиться, что иногда радиаторы загрязняются до такой степени, что даже вот такая промывка вам не поможет. И нужна будет обязательная замена радиатора потом. Так что, удачи всем и спасибо всем за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok